Я всех приветствую, с вами Константин Евгеньевич и мы продолжаем изучать курс физики 8 класса. Вкратко напомню то, что было изучено на предыдущих темах. В 1820 году датский физик Эрстетт опытным путем установил, что любой проводник с током создает в окружающем пространстве магнитное поле. То есть он обладает магнитными свойствами, способен притягивать другие такие же проводники с токами, либо воздействовать на стрелку компаса. Дальнейшее изучение этого процесса привело к тому, что были созданы электромагниты. Электромагнит в простейшем случае представляет из себя катушку, по которой идет ток. И для усиления этого эффекта внутри катушки можно поместить, например, какой-нибудь предмет из металла. Желательно, чтобы это был металл, например, сталь или железо. То есть опыты показывают, что эффект усиления будет именно с такими материалами. Оказывается, что после работы электромагнита, если отключить электромагнит от питающей цепи, то в ряде случаев сердечник электромагнита продолжает обладать магнитными свойствами. Тем самым он превращается в постоянный магнит. Поэтому давайте сегодня мы как раз и поговорим именно про постоянные магниты. Это тема сегодняшнего занятия, поэтому я предлагаю открыть учебник на параграфе 60. Вот он передо мной, надеюсь, вы также его открыли. Давайте посмотрим, какая информация здесь представлена в этом параграфе. Значит, в начале действительно описывается пример вот с сердечником, который обладает такими свойствами. Значит, и вот дается определение, что постоянными магнитами мы будем называть тела, которые длительное время сохраняют состояние намагниченности. Ну или кратко их называют просто магнитами. Давайте мы запишем тему сегодняшнего занятия в тетрадь. Тема «Постоянные магниты» и «Магнитное поле постоянных магнитов». Магнитное поле постоянных магнитов. Запишем сразу первое определение. Первое определение. «Постоянный магнит». Постоянный магнит тире. Значит, ну и мы видим, что определение, оно у нас есть в учебнике. «Постоянный магнит тире» – это тело, тело, длительное время сохраняющее намагниченность. Тело, длительное время сохраняющее намагниченность. Значит, тут же возникает закономерный вопрос. А каким, собственно, образом постоянный магнит способен создавать вокруг себя вот это магнитное поле и обладать этими свойствами? То есть, с одной стороны, мы выяснили, что магнитное поле может создаваться проводниками с током. Здесь мы сталкиваемся с тем, что магнитное поле может создаваться еще и постоянными магнитами. То есть, получается, что магнитное поле вроде бы может создаваться двумя различными способами. уже в 19 веке французский ученый ампер задумался хорошенько об этом и решил сократить количество возможных способов создания магнитных полей свести так одному единственному способу он предположил некую сделал некую гипотезу который так называется в науке на гипотеза ампера о том что магнитные свойства постоянных магнитов тоже связаны с некими электрическими токами которые циркулируют внутри веществ в 19 веке длительное время вот это предположение так оставалось так оставалось гипотезой ну а сейчас современной позиции мы вполне можем согласиться с гипотезой ампера дело в том что каждое каждый атом каждый атом из которого состоит вещество в свою очередь состоит как мы знаем из положительно заряженного ядра внутри которого находятся протоны и нейтроны а вокруг него вращается какое-то количество электронов ну давайте рассмотрим простейшую ситуацию не будем детализировать такой атом представим у нас положительное ядро есть и по орбите вокруг него вращается вокруг него вращается отрицательно заряженный электрон значит если мы будем например считать что он движется по часовой стрелке то соответствующему электрический ток надо принять направленным в противоположную сторону потому что мы условились считать что направление тока это направление движения положительно заряженной частицы давайте попробуем в таком случае определить куда будет направлено магнитное поле тока который будет двигаться вот по такому колечку против часовой стрелки значит в этом случае нам может помочь известное нам правило буравчика значит в данном случае направление движения буравчика указывает направление тока а магнитное поле в данном случае внутри этого кольца внутри этого кольца будет направлено на нас и мы можем обозначить здесь вот таким вот образом а вне этого колечка будет направлена от нас причем такая картинка будет наблюдаться в любой точке вокруг этого кольца То есть внутри кольца магнитное поле направлено на нас, а вокруг оно будет направлено от нас. Итак, эту ситуацию можно описать более простым способом. Для удобства запоминания этот способ называют правило правой руки. Итак, давайте возьмем правую руку и попробуем обхватить это колечко таким образом, чтобы 4 пальца нашей руки обхватывали это кольцо по направлению тока. Если вы совместите это так, как это сделано на нашем рисунке, то отогнутый большой палец в данном случае у вас будет показывать перпендикулярно плоскость чертежа на вас. В данном случае это как раз совпадает с направлением магнитного поля внутри колечка. Итак, каждый атом, внутри которого есть электроны, которые вращаются по орбитам, создает собственное магнитное поле. И вот таким образом магнитные свойства всех веществ определяются токами именно этих электронов. Здесь возникает закономерный вопрос, а почему разные материалы? Одни создают магнитные поля, другие не создают. Это вопрос отдельный, который уходит за тему этого 60-го параграфа. Ну, вкратце можно сказать так, что здесь возникает некий коллективный эффект. В некоторых веществах, таких как железо, никель, кобальт, есть внутренний порядок. И эти магнитные поля могут друг друга усиливать. В других веществах такого внутреннего порядка нету, и они этими свойствами не обладают. Давайте мы теперь вернемся обратно к нашему тексту. Следующий наш вопрос будет, что такое полюса магнита? Давайте попытаемся выяснить, что считается полюсами магнита. Дело в том, что если мы будем рассматривать, изучать опытным путем постоянный магнит, то можно легко выяснить, что у такого постоянного магнита какие-то области обладают более сильными магнитными свойствами, а какие-то обладают менее выраженными магнитными свойствами. Более того, у магнита даже есть область, где его магнитные свойства почти не проявляются. Значит, соответственно, дадим такое определение. Под полюсами подразумевается то место, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные свойства. Давайте запишем это. Полюса магнита- те места, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия или магнитные свойства. Наиболее сильные магнитные свойства. Опыты показывают, что у любого магнита есть две таких области. Как минимум две. Обычно их количество кратно двум. Есть магниты кольцевые, у которых может быть четыре полюса и так далее. Но они тем не менее попарно повторяются. То есть должен быть северный полюс и должен быть южный полюс. Северный полюс и южный. Северный и южный полюс. В принципе мы ничего нового для себя сейчас не открываем. Просто систематизируем известную уже до этого нам информацию. Давайте запишем с вами, что название этих полюсов. Название полюсов напишем, что запишем в тетради. У магнита обязательно есть два полюса. У магнита обязательно есть два полюса. Северный обозначается буквой N, Норд. И южный обозначается буквой S, Саут, Юг. Дальше. Давайте посмотрим. Разноименными полюсами магниты притягиваются, а одноименными магниты отталкиваются. Одноименными отталкиваются. Запишем это себе. Разноименными полюсами магниты притягиваются, а одноименными притягиваются. Значит, далее Дальше, значит, если взять постоянный магнит И, например, поместить его в железной опилке Ну, тут проблема будет в том, что потом будет сложно их собирать с него Но, тем не менее, вот если представить себе такой опыт Значит, либо поместить его в опилке, либо опилки расположить рядом Вот картина показана на рисунке 112 Это будет выглядеть примерно вот таким вот образом То опилки выстроятся каким-то определенным образом в пространстве То есть они укладываются вдоль неких невидимых нам линий Эти линии называются магнитными линиями Магнитными линиями Или их называют еще силовые линии магнитного поля Силовые линии магнитного поля или магнитные линии Это синонимы Значит, эти магнитные линии Показывают, что вокруг, в окружающем пространстве, вокруг магнита Есть магнитное поле Я напоминаю, что магнитное поле Это вид материи, который объективно существует в окружающем пространстве Вокруг как проводника с током, так и вокруг постоянного магнита Значит, и силовые линии как раз таки показывают, как это поле распределено в окружающем пространстве Значит, давайте мы запишем, что магнитные линии Магнитного поля магнита являются замкнутыми Или замкнутые линии Они всегда являются замкнутыми То есть они окружают магнит снаружи и могут проходить внутреннего Либо они окружают проводник с током Магнитные линии магнитного поля магнита Замкнутые линии Дальше Значит Направление магнитных линий принято считать таким образом Как если бы около магнита мы расположили бы магнитную стрелку магнитного компаса То есть если стрелочку компаса расположить, например, рядом с северным полюсом Рядом с северным полюсом То очевидно, что такая стрелочка будет от него отталкиваться То есть ее направление будет вот такое Например, в данном случае Здесь будет северный полюс А здесь будет южный А если с этой стороны расположить стрелку компаса, то она наоборот притянется к южному полюсу с северным концом, а свой южный конец у нее будет оттолкнут здесь. Тем самым получается направление магнитных линий будет совпадать с направлением стрелки компаса. Давайте дальше запишемся, что вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса и входят в южный. И входят в южный полюс. Замыкаясь внутри магнита. Изобразить мы можем это следующим образом. Давайте мы нарисуем. Сделаем небольшой рисунок. То есть представим себе магнит. Будет он выглядеть вот таким вот образом. Мы представим с одной стороны у него северный полюс, с другой стороны южный полюс. И картина силовых линий будет примерно вот такая. Из северного полюса силовая линия выходит. Она входит в южный полюс. И внутри она замыкается внутри магнита. Здесь надо стрелочку поставить вот таким вот образом. То есть из северного в южный. В южный входит. Ну и рядом нарисуем, например, еще одну силовую линию. Понятное дело, что мы нарисовали лишь здесь две силовых линии. То есть количество их достаточно усовно. То есть вокруг магнита можно нарисовать их еще несколько таких. То есть вот, например, еще силовые линии, которые окружают магнит. Окружает магнит. Ну и если есть возможность, мы могли бы себе даже это сделать и в цвете. То есть, например, представим, что... А, нет. Да, значит, это был северный и южный. Принято обозначать вот таким вот образом. Значит, дальше. Дальше вернемся к изображению материала. Взаимодействие магнитов объясняется тем, что вокруг магнитов существует магнитное поле. Объясняется тем, что вокруг существует магнитное поле. Вокруг них существует магнитное поле. Так. Значит, ну дальше у нас несколько получается практических заданий. Давайте попробуем с ними разобраться. Значит, вот вопрос такой. Покажите полюсы частей магнита после того, как его разрезали несколько раз. Значит, магнитными свойствами обладает любой элемент магнита. Это означает, что если магнит мы будем разрушать, то любой из его кусочков будет также продолжать оставаться магнитом. При этом здесь полюса будут распределяться следующим образом. Давайте попробуем это нарисовать. Значит, если мы расколем магнит, то у него, у этого осколка, с этой стороны сохранится северный полюс, а здесь будет южный полюс. У этого осколка здесь будет северный полюс, а здесь будет южный полюс. Ну, напомню, что разноименные полюса будут притягиваться. Поэтому, если мы магнит разломим, то эти два кусочка попытаются снова стянуться. Если теперь мы магнит попробуем снова разломить, то здесь направление полюсов также сохранится. НС, НС, снова НС, снова ННС. Ну и здесь так, здесь С должно было быть. Вопрос такой, а если мы магнит разломим вдоль, вдоль его, то здесь полюса будут выглядеть вот таким вот образом. Здесь будет Н, здесь будет С. С этим заданием мы справились, сложного здесь ничего не было. Давайте попробуем решить следующую задачу. Укажите полюсу магнита, для которого магнитные линии выглядят так, как показано на рисунке. Так, ну, я думаю, мы легко справимся с этим. То есть мы уже договорились считать, что силовые линии магнитного поля, силовые линии магнитного поля, они выходят. Они выходят из северного полюса и входят в южный полюс. То есть запомню эту картинку. Ну и, соответственно, здесь, в этой ситуации, мы, очевидно, должны написать, что здесь у нас будет северный полюс, из которого выходит. А здесь будет южный полюс, который входит Здесь все очень просто Так, идем дальше Покажите, в каком направлении установится стрелка компаса в точках А, В, С, Д и Е Ну вот ситуация Вот у нас есть магнит, около магнита мы стрелку с компасом располагаем Замечательно Значит, напоминаю, что здесь мы должны руководствоваться тем правилом, что у магнитов разноименные полюса притягиваются, а одноименные должны отталкиваться Поэтому, когда мы в какую-то из рассматриваемых точек располагаем стрелку компаса, мы должны сразу вспомнить Вот рассмотрим, например, северный полюс, куда он будет притягиваться или отталкиваться от рядом расположенного полюса магнита Давайте попробуем разобраться Значит, если мы поместим в точку А наш компас, то его северная стрелочка будет притягиваться к южному То есть здесь стрелка компаса выставится вот таким вот образом Здесь будет S, а тут будет N. Если мы в точку B поставим стрелку компаса, то она встанет вот таким вот образом. Она встанет вот таким вот образом. Здесь будет S, а здесь будет N. Более того, здесь существует правило такое, что направление силовых линий, оно выбирается таким образом, что стрелка компаса всегда направлена по касательной. Стрелка компаса всегда направлена по касательной. Поэтому, вообще говоря, правильно здесь рисовать вот таким вот образом. Здесь я, возможно, не совсем корректно сделал. Но если я рядом нарисую, например, стрелочку компаса, то она должна быть всегда по касательной к магнитной линии. Если в точке С расположить, то мы опять-таки по касательной располагаем стрелочку компаса. Она будет вот так вот указывать. Здесь будет N, здесь будет S. В точке D мы должны тоже касательную к магнитной линии провести вот таким вот образом. Н, S, здесь N и здесь S. Вот таким вот образом. Так, надеюсь, успели, да? Идем дальше. Значит, на рисунке показано расположение железных опилок вблизи двух магнитов и указан полюс одного из магнитов. Укажите наименование остальных полюсов магнитов. Ну, здесь нам поможет иллюстрация из учебника. Мы можем подглядеть. Рисунок 113 показывает такую ситуацию. То есть, как будут распределены магнитные линии между двумя магнитами. Напоминаю, что одноименные полюса отталкиваются. А это будет приводить к тому, что если мы, например, здесь вот рассыпем железные опилки, то на железные опилки будут действовать магнитные поля обоих магнитов. И они будут смещаться именно вот таким вот образом, как нам показано на рисунке. Здесь они будут вот таким вот образом расположены. То есть, пытаясь двигаться от одного полюса к другому. Поэтому, исходя из этого рисунка, попробуем разобраться здесь. Ну, во-первых, легко понять, что если один из полюсов магнита обозначен, то другой это будет противоположный ему. Если у нас обозначен северный полюс, то второй полюс, это очевидно южный. Здесь по картине магнитных линий мы видим, что происходит отталкивание между магнитами. Видите, здесь есть область, где линий нет. Значит, это соответствует картинке отталкивания. Значит, здесь получается у нас должен быть одноименный такой же южный полюс. А значит, здесь находится противоположный ему северный полюс. Это была первая картинка. На второй картинке мы, соответственно, восстанавливаем, что у магнита второй полюс. Это противоположный. Если был северный, значит здесь южный. И вот эта картина соответствует притягиванию магнитов. Значит, здесь у нас должен быть северный полюс, а здесь должен быть южный полюс. Так, замечательно. Значит, давайте посмотрим следующее задание. Оно выглядит вот таким вот образом. Здесь тоже показаны силовые линии или так называемые магнитные линии. Давайте попробуем разобраться. Значит, здесь давайте посмотрим, как можно разобраться. Вот, например, здесь силовые линии выходят отсюда. Это соответствует северному полюсу. Здесь силовые линии входят сюда. Соответственно, это южный полюс. Дальше смотрим вот на этой картинке. Здесь у нас силовые линии. Вот они идут сюда и сюда входят. Если они входят, то здесь получается южный полюс. А здесь силовые линии выходят. Выходят. Соответственно, должен быть юг. Ну, мы видим, здесь небольшая печатка есть. Почему? Потому что силовые линии вот эти вот выходят, выходят. А вот эти вот, они обозначены здесь неверно. То есть, здесь вот вопрос к авторам. Значит, то есть, здесь нарушено. То есть, в полюс силовые линии всегда должны либо входить, либо выходить. Они одновременно не могут делать разные вещи. Давайте вернемся вот, посмотрим вот на эту картинку. Здесь у нас силовые линии сюда входят. А раз входят, то здесь должен быть южный полюс. Отсюда они выходят. Значит, здесь находится северный полюс. Здесь посмотрим. Здесь отсюда силовые линии, магнитные линии выходят. Это означает, что здесь северный полюс. Здесь у нас они входят. Соответственно, здесь будет у нас южный полюс. Мы разобрались. Кстати говоря, магниты расположены таким образом, будут отталкиваться друг от друга А магниты расположены таким образом, пытаются наоборот притянуться друг к другу Ну в свое время Майкл Фарадей с помощью магнитных линий, силовых линий поля Представлял себе картину следующим образом Что линии являются некими такими упругими сущностями Которые всегда пытаются сократить свою длину То есть в данном случае они пытаются наоборот стянуть два магнита друг к другу А здесь вот наоборот они препятствуют этому и отталкиваются Мы не будем сейчас ссылаться на представление Фарадея, это все же 19 век, но тем не менее стоит понимать, что поле магнитное это вид материи, это реальная сущность, а этому виду материи в пространстве между магнитами тоже необходимо некое место. И поэтому вот в данной конфигурации магнитное поле, находящееся в пространстве между магнитами, расталкивает их, а здесь оно наоборот пытается их стянуть вместе. Дальше, давайте посмотрим здесь. Покажите стрелками на рисунках направление движения магнитов, подвешенных на нитях. Ну здесь мы видим, в этой ситуации мы видим, что у нас два одноименных полюса находятся рядом, это означает, что такие магниты должны будут отталкиваться друг от друга. То есть такой вот магнит будет вращаться вот таким вот образом, заворачиваться вокруг этой нитки. Здесь наоборот они, получается, притягиваются, значит, ну и картинка, получается, будет такая. То есть здесь будет присутствовать притяжение и магнит будет поворачиваться вот таким вот образом. То есть здесь мы руководствуемся лишь тем правилом, что знаем, как они будут сонаправлены. Следующее. Стальные иголки, притягиваясь к сферическому магниту, располагаются на его поверхности, как показано рисунком. Покажите магнитные полюсы на иголках. Ну, любая иголка, которая притянется, она также намагничивается и превращается в маленький магнитик. Раз так, то получается, она северным концом притягивается к южному полюсу большого шарообразного магнита. А на противоположной стороне у нее образуется южный полюс. То есть для любой иголки, нарисованной внизу, можно нарисовать здесь расположение такое. НС. То есть северный полюс она притянулась, а южным она оттолкнулась. И внешне картина поля, получается, будет совпадать с полем самого этого шарика. На северном полушарии здесь картина будет такая, что у иголок здесь будет образовываться южный полюс, а наверху будет образовываться северный полюс. А вот иголки, которые здесь находятся, они, соответственно, будут вот таким вот образом, у них будет распределение. То есть их южный полюс притягивается к северному полюсу шарика, а северный полюс иголки притягивается к южному полюсу шарика. То есть здесь мы опять-таки пользуемся определением, что разноименные полюса притягиваются, а одноименные отталкиваются. Так, значит, ну давайте посмотрим вот эту вот картину. 12 упражнение. Что произойдет с магнитами? Здесь мы видим, что одноименные полюса расположены рядом, значит, они отталкиваются. В этой картинке разноименные расположены рядом Значит здесь происходит притяжение И мы соответственно можем нарисовать здесь Что здесь происходит отталкивание То есть здесь происходит отталкивание магнита Здесь происходит притяжение магнита Причем по третьему закону Ньютона Эти два магнита друг от друга отталкиваются Не один от другого, а оба отталкиваются друг от друга А здесь оба притягиваются друг к другу Значит, здесь мы видим ситуацию притяжения двух магнитов, потому что они расположены разноименными полюсами друг друга, а здесь будет отталкивание магнитов. Так, ну и давайте мы попробуем проверить себя. Источником магнитного поля является, ну как вы теперь уже поняли, что является источником магнитного поля. Магнитное поле создается токами, а токи это движущиеся заряды. Поэтому правильный вариант ответа это движущийся заряд. То есть мы поставим галочку здесь в четвертой клеточке. И давайте посмотрим последний вопрос. Значит, на магнитную стрелку вблизи магнита действует сила. Ну и варианты ответа. Магнитная стрелка, то есть стрелочка компаса, около другого магнита, значит, какая сила на нее действует. Значит, здесь несколько вариантов ответа. Ну, ключевое здесь что? Мы не знаем, как расположены полюса магнита и как расположены полюса этой стрелки компаса. Давайте себе представим ситуацию. То есть вот у вас есть некий магнит, некий магнит. И вот есть какая-то стрелка компаса. И мы абсолютно ничего не знаем, где N, где S. Нам ничего неизвестно. По условию неизвестно, где находятся полюса. А это означает, что информации недостаточно. Если бы мы знали расположение хотя бы одного полюса, хотя бы одного, то мы могли бы уже сообразить расположение других полюсов. Значит, на этом мы изучили параграф 60. Значит, в качестве домашнего задания еще раз его прочитать и сделать упражнение в конце параграфа. Ответить на вопросы. Ответить на вопросы. И выполнить упражнение 42. На этом закончим. Продолжение следует...